Привет, народ! Продолжаю разрушать мифы и прояснять факты об онлайн-образовании. Смотрите дальше, будет интересно. Я иду по списку аргументов, которыми оперируют люди, распространяющие хайп об онлайн-школах. Их первый аргумент на сегодня, который мы рассмотрим, такой. Можно создать онлайн-школу по формулам и невозможно уйти в минус. Также они добавляют, что онлайн-школу можно собрать как конструктори. Мой опыт и здравый смысл говорит мне, что это не до конца правда. Я допускаю, что можно научиться крутому построению систем, отделов и даже бизнеса по шаблонам. Но реальная жизнь доказывает, что это ничего не будет стоить без способностей по управлению всем этим добром. Это как подарить миллион рублей человеку, не имеющему финансовой грамотности, и через год увидеть, что он его полностью потратил, никак не приумножил, да еще и взял в долг. Также и здесь, если вы собираете бизнес по шаблону, то никакие гарантии, что в вашем случае и в вашей нише это сработает, нет. И люди, которые вам эту гарантию обещают, лгут. Здесь я также оперирую своим опытом, когда по шаблону одной моей успешной школы я пытался сделать новую в другой нише и получил нулевой результат. Просто потому, что помимо шаблонов есть еще десятки, а то и сотни факторов, которые могут повлиять на успех или неуспех вашего бизнеса. И универсального шаблона тут нет. Но если даже рассмотреть нишевые шаблоны бизнеса, то все такие шаблоны становятся бесполезными после перенасыщения рынка. К чему неименуемо приведет хайп онлайн школ. Люди будут покупать у тех, кто дифференцируется и дает уникальную пользу. Еще есть такая вещь, как кассовый разрыв. По сути, это финансовый долг фирмы. Это когда вы продаете товар или услуги на несколько месяцев вперед. И имеете финансовые обязательства перед подрядчиками, клиентами или сотрудниками. Но тратите эти деньги уже сейчас, таким образом увеличивая долг. Это очень простой способ уйти в минус в бизнесе онлайн школ, так как продавать курсы на полгода или год вперед – милое дело. А если вдруг потом продажи упали или вообще остановились, то вы окажетесь в долгах или банкротом. Резюмируя по этому пункту, я бы сказал так. Можно создать онлайн школу по формулам, но если ниша уже насыщена подобными школами, а у вас кроме шаблонов нет никакой уникальной пользы для клиентов, то шансов на успех очень мал. Уйти в минус в онлайн школах можно, как и в любом бизнесе. Бояться этого не стоит, но наивно думать, что это какая-то особая, золотая и халявная, и без рисков ниша тоже не надо. Второй аргумент на сегодня. Почти все ниши в онлайн образовании свободны, и здесь низкая конкуренция. Прежде чем разобрать этот пункт, нужно разобраться с определениями. На мой взгляд, есть два направления, которым учат в онлайн школах. Первое – это прикладные навыки, то есть навыки, которые можно освоить как ремесло или техники, а на выходе получить конкретный опыт. Например, видеосъемка, игра на музыкальном инструменте, спортивные упражнения, интернет-маркетинг или программирование. Второе – это абстрактные знания. К ним я отношу эзотерику, ненаучную психологию, о том, как надо жить и строить отношения. А также любые виды курсов, которые я называю эмоциональными, то есть где организаторы давят на эмоции, а не на реальные навыки и техники, которые освоят их студенты. Так вот, на мой взгляд, во многих прикладных сферах конкуренция уже достаточно большая. Допустим, в сфере онлайн-обучения программированию есть 5 сильных игроков, около 30 средних и ежемесячно появляются новые имена, которые пытаются откусить кусок пирога. И в целом этот аргумент про низкую конкуренцию странный, ведь конкуренция – это хорошо, это заставляет рынок делать более качественный продукт, шевелиться и, естественно, образом спускает в точную канаву все некачественное и с сомнительной экспертностью. Что же касается абстрактных знаний, то да, здесь все ограничено только вашим полетом фантазии и совести. И это моя главная претензия к людям, кто распространяет хайп онлайн-школ и декларирует, что онлайн-школы могут открывать все и по любым темам. С таким подходом качественные школы будут появляться очень редко, а в основном будет выходить просто ширпотреб, которым и так переполнен интернет. К этому направлению я отношу большинство так называемых инфобизнесменов, кто сильно подпортил репутацию всей отечественной индустрии онлайн-образования. Я убежден, что если знания можно преобразовать в универсальный навык или технику, то этому можно научиться. Но есть абстрактные сферы жизни, опыт из которых невозможно запаковать в универсальную технику. Все они деликатные и касаются морали, философии или даже веры. Поэтому дело тут, конечно, добровольное, но учить за деньги людей, как найти свою любовь, судьбу, призвание или жить счастливо, разумно и эффективно, на мой взгляд, неэтично. Так как понятие счастья, разумности и эффективности очень абстрактные и уникальны для каждого человека и соотносятся с его личными ценностями и убеждениями. Это попахивает гурством, когда какой-то гуру единственный знает, как правильно жить. Также, в отличие от прикладных знаний, в абстрактных невозможно проверить экспертность преподавателя, ведь у него действительно может быть счастливая, разумная и эффективная жизнь для него самого, но она на то и его жизнь, потому что его, а не ваша. И получится ли за деньги получить это в свою жизнь, я не уверен. При этом я встречал людей, у кого серьезные душевные и психологические проблемы и затяжная депрессия, но при этом они учат за деньги психологии и тому, как правильно жить. Это жестко. С другой стороны, я абсолютно нормально отношусь к харизматичным личностям и лидерам мнений, которые делают платную подписку на свой закрытый контент. На мой взгляд, это честно. Нравится, что я делаю, хочешь больше, это труд, поэтому покупай закрытый доступ, где я выкладываю самый уникальный, крутой и сочный опыт, мысли и свое творчество. Для таких вещей есть, кстати, крутой сервис Patreon, где можно подписаться на любимых специалистов или интересных для вас личностей, которые делятся там своими секретами, лайфхаками или творчеством. Это как иметь доступ к уникальному опыту, который ты сам получить не можешь, или доступ к общению с личностью, которая тебя вдохновляет, или у которого ты бы хотел что-то узнать. К примеру, если бы Иван Урган сделал свой Patreon, где бы выкладывал за кулисы свои жизни и делился своими размышлениями, то я бы подписался, так как он мне симпатизирует и интересен как личность. Если бы он сделал курсы по тому, как жить счастливо, то я бы подумал, что это какой-то развод. А если бы он сделал курс по тому, как сделать успешное развлекательное шоу, то я бы пошел. В общем, я думаю, что учить за деньги тому, как надо жить, неэтично. А давать единомышленникам платный доступ к своим уникальным мыслям и творчеству – отличная штука. Главное, чтобы были люди, кто интересуется этим. В первом случае ты становишься на путь всезнающего гуру, во втором – на путь творческого человека, который не учит тому, как правильно жить, а просто приоткрывает дверь свою за кулиси. Интересно, что вы об этом думаете. Давайте обсудим это в комментариях. Подытожив этот пункт, скажу следующее. Абстрактные ниши бездонные. И там действительно можно выдумывать и учить чему угодно. Я не исключаю, что там есть классные, крутые проекты и школы, но нужно очень внимательно подходить к абстрактным знаниям и пропускать их через много фильтров. И действительно проверять, насколько этот эксперт крут и профессионален. Большинство прикладных ниш в онлайн-обучении уже не свободны, и конкуренция там достойная. Поэтому на халяву рассчитывать не стоит, но ведь тем лучше и интереснее, верно? Третье. Для качественного видеокурса ничего не нужно, кроме любого компьютера и телефона с камерой. Этот аргумент является правдой только в редких исключениях. Супер талантливых людей, которые могут выжить максимум из минимума, либо если вы можете учить чему-то через скринкасты. Все же остальные с таким минимальным набором ресурсов сделают что-то посредственное. Для качественного видеопродакшена нужно профессиональная видеоаппаратура, профессиональная звукозаписывающая техника, хорошо освещенная локация или качественный свет, правильная локация и композиция кадра, то есть в зависимости от того, чему вы будете учить, навыки видеосъемки, мощный компьютер, навыки монтажа, хороший вкус, что, как показала практика, не такое уж и частое явление, ну и, конечно же, харизма, подача, экспертность и мастерство автора. Четвертый аргумент. Можно настроить автоворонки и автопродажи, и спокойно получать пассивный доход. Я пытаюсь сделать свой бизнес пассивным заработком уже 8 лет, и пока у меня не получилось. Все равно приходится каждый день работать и решать бизнес-задачи. Возможно, я плохой бизнесмен, но тогда, если здесь есть хорошие, то напишите в комментариях, и я с радостью поучусь у вас и прислушиваюсь к вашим советам. Автоворонки и продажи действительно существуют, но чтобы они были, необходима постоянная и плотная работа отдела маркетинга и продаж. А также хорошие рекламные бюджеты и контент-маркетинг. Я по-прежнему уверен, что можно сделать бизнес пассивным заработком. Но для этого должно совпасть много факторов. Например, таких, как сильные, надежные и преданные топ-менеджеры во всех отделах, на которых все может держаться без вас. А также большая удача, которая уберет все трудности и кризисы на вашем рынке и в вашей стране. Пятый аргумент. В онлайн-бизнесе все легко и просто. Здесь нету стресса. Знаете, 10 лет назад я работал консультантом в магазине одежды, а потом инженером на заводе. Возможно, тогда я просто был молодым и беззаботным, но сейчас в жизни гораздо больше стрессов, когда я занимаюсь бизнесом, так как в бизнесе ты постоянно живешь в неизвестности и нет никакой стабильности. Мне кажется, стресс – это твое отношение к чему-либо. Конечно, ты можешь постигнуть дзен и относиться ко всему просто и легко. И 8 лет назад у меня вызывали стресс ситуации, на которым сейчас я могу просто посмеяться. Постепенно нервы закаляются, но то, чтобы онлайн-бизнес был бы совсем без стрессов – это неправда. Как и в любом бизнесе, тут бывают проблемы и вещи, требующие срочных действий, что лично у меня непроизвольно вызывают стресс. Мне кажется, это нормально. Что не убивают, то делают нас сильнее. На сегодня это все мифы и факты об аннообразовании. Если это видео зайдет вам, то в последнем заключенном видео этой серии я сделаю обзор фактов об аннообразовании, которые я считаю чистой правдой, лично по моему мнению. Всем спасибо и покеда! Субтитры сделал DimaTorzok